Тема эфира, наращивание акригелем фестиваль, и я еще использую новенький гель блестящий. Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Гетманская Тагуи, и сегодня я буду вашим спикером на эфире. Подниму еще немного штатив, возможно так будет удобнее, и начинаем работать. Если какие-то есть помехи, сразу предупреждайте, чтобы все было максимально комфортно для вас. Я уже сделала такой вариант дизайна на типсе, и сегодня будем делать на мне. Ногтей живых у меня уже осталось мало, но мы не отчаиваемся, работаем дальше. Подготовила ногтевую пластину, забафила уже, осталось обезжирить и нанести препараты, которые помогут нашему материалу держаться на ногтевой пластине. И работать мы будем, кстати, оттенком пинг. Напомню, что в коллекции фестиваль четыре оттенка. Это белый такой молочный, розовый, фиолетовый и зеленый. Сегодня взяла розовый, не знаю почему, но цвет перчаток, скажем так. Покажу, как он выглядит сейчас. Будем дальше работать. Вот такой вот он розовенький. Не знаю, как вам, хорошо вообще видно или нет? Привет, 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 девчонки, привет. Привет, рада всех видеть. Меня давно не было в эфире. Пропала я в какой-то момент из вашей жизни. Кого-то, возможно, это обрадовало. Кого-то не очень. Давайте нанесем ультрабонт. Надеюсь, рада меня видеть. Я тут поиздевалась над своей кутикулой, но над собой можно. Наносим ультрабонт. Видно очень хорошо. Все, спасибо большое, Наташа, спасибо. Наносим ультрабонт. Ждем, типа, когда он высохнет. Типа, он у нас высох. Прошло 2 минуты. Как в губке Боба, да? Прошло 2 минуты. И наносим классическую базу жидкую. Я люблю ее, вы знаете. Можно наносить медиум, медиум, если вы любите его или он у вас, да, и не хотите покупать 150 баз. Наносим втирающими движениями. Можно не втирающими, но лучше тонко нанести. Я не люблю такие материалы наносить толсто. Мы создаем дисперсию, мы создаем липкий слой. Мы для адгезии, для хорошей адгезии. Вот. Сушим 30 секунд. И берем, берем акригель наш. Будем сейчас его открывать. Я типа этапно все рассказываю. Потому что... Ой, потухло. Потому что ноготочек сушится. Вот. И каждый раз, знаете, вот типа поворачивать на свое лицо, это невозможно. Это невозможно вообще. Поэтому будете смотреть на акригель. Потому что кто-то писал. Полэфира белый лист бумаги. А как же я его уберу, белый лист? Я могу его сделать только с предметами. Предметный лист. Могу черным его делать. По-другому никак. Рука-то в лапе. Как бы. У меня проблема. У меня грифозные ноготочки. У меня широкие ноготочки. А ну, Нюта, здравствуйте, Анечка. Широкие ногти. Поэтому представьте, на мой средний ноготочек подходит форма под номером 1. Как бы это ни звучало. Видите, но она огромная форма. Но она мне подходит. Она мне закрывает в росты. И это прекрасно. Потому что другие формы мне не подходят. Почему? Потому что нам надо хорошенечко закрыть в росты. И тут еще у меня есть небольшая проблема с формой. Вам, возможно, плохо видно. Но она мне не подходит. Поэтому мы будем использовать гель. Кто понимает, о чем я говорю? Давайте немного расширим. Сейчас будем писать, что для слепых. Иногда хитите так жестко. Но иногда прям нормально. Смотрите, ставим форму. Видите, расстояние между формой и ноготочком натуральным очень маленькое. Это очень мало. И ноготь получится у нас какой? Плоский сильно. Не плоский, а тонкий. Какой плоский? Тонкий получится. Вот. Поэтому, конечно, когда ноготочки нормальные, такая форма подойдет классическая. Но у меня они грифозные. Поэтому они мне сильно высокие. И такая форма мне не подходит. И я буду укреплять сверху гелем, чтобы не потерять ноготочки. Напишите, пожалуйста, как вам удобнее. Когда вот так близко или когда далеко? Под вас ориентируюсь. Главное, чтобы вам комфортно было. Что мы делаем? Пока вы пишете, мы открываем акригель. Акригель открываем. Немного капну, чтобы было чем работать. Открываем акригель и наносим на типс. Вот на форму наверху. Близко хорошо. Вот и я думаю, что близко хорошо. Но в прошлые разы, когда я делала близко, мне писали, что типа для слепых. Ну, мы, может, слепые. Погода-то идут. И мы стареем, мы голова стареют. Беру кисточку. Промакиваю. В обезжиривателе. Или лучше в антисепке. Чем ближе, тем лучше. Я думаю, мы уже плохо видим. Чем ближе, тем лучше. Может, кстати, апельсиновой палочкой. Можно чем угодно. Вот мне тоже ближе удобно. Прям все видно. Я люблю, когда вам все видно. Я, видите, даю когда информацию, чтобы она максимально была понятная. Смотрите, где у нас кутикула, хотя мы класть ее не будем, где кутикула. Мы делаем прям мало материала. Блин, так давно с ней делал. Прям так соскучилась. Это что такое бывает вообще, да? Правда. У меня столько радости, когда я выхожу в эфир. Я хочу взять другую кисть. Я ее положила. А куда? Не помню. Сейчас только что. У меня лежат розовые перчатки на столе. И все розовое. И все сливается воедино. Нашла. И начинаем проглаживать вот так кистью. Очень аккуратно. Проглаживаем, проглаживаем. Опускаемся все ниже и ниже. Смотрите, какая у меня очень нежная отзвучка. Еще ниже. Я люблю сразу проглаживать вот так. Не когда вы поставили форму, и там уже наглаживаете. Нет, так я не люблю, честно скажу. Нагладили тут. Ой, какой у меня будет короткий. Ноготь. Прямо я, как всегда, как себя как выложу, как выложу, чтобы узнать вот прям вот. Переворачиваем. И укладываем всю эту красоту на ноготочек. Под углом мы ставим форму. Немного придавливаем. И опять-таки, так как у меня очень интересные ногти, сами по себе. Я это буду все срезать. Это очень большая длина. Я так делать не буду. Нужно следить и за параллелями, и за вростами, чтобы они у нас были закрыты. И вот смотрите, чтобы закрыть в рост, мне нужно очень сильно придавить. И материал выходит. Видите? Очень много материала у нас уходит. И получается здесь очень мало его. И что-то носибельное ноготь? Это нет, конечно, не носибельное. И тут очень важно фонариком подсветить. То есть вот это место мы сейчас подсветим. Посвятим еще. У нас же все-таки что-нибудь? В крещении. Кстати, сегодня праздник, да, по-моему? Мы работаем. Фонариком мы немного сейчас подержим в этом месте и сполимеризуем, чтобы можно было дальше работать вот этой частью, да? Можно щипчиками, специально прищепочками, щипчиками, прищепками можно еще подцепить. Это все место сполимеризовать. Добрый вечер, здравствуйте. И начинаем выглаживать. Видите, сколько выложила материала. Для кого? Для чего? Фиг его знает. Мне надо, как говорится, и все. Вообще квадратно собиралась делать, не знаю. Нет, на квадратах я бы вам всю эту красоту не показала. Так, смотрим, ровно у нас вообще или неровно. Сушен. Мамочки вам не попал. Сушен. Рука моя. Так, что вам показать? Что вам показать? Давайте покажу этот ноготочек. Буду стараться недолго сушить, потому что, естественно, носить долго я ногти не буду. У меня такой задачи нет. Нам надо быстро их сделать, показать вам саму технику, да, и как это красиво смотрится. Вот. Подсушили, поджали арочку обязательно. Ногти широкие, арку поджимаем. Поджали арочку. Вот. И начинаем опиливать. Убираем дисперсию из-под ногтя. И начинаем опиливать. Начнем опиливать. Так, вообще, я хочу покороче сделать. Мне надо сейчас, знаете, что делать? Еще чуть-чуть больше поднять. Вот так, чтобы я улыбила по ней. Что-то я нарастила прям от души, правда. От души, душевную душу, так говорит. Очень умный человек. Опиливаем. Опилили. Смотрите, если есть вопросы, прям пишите, чтобы я отвечал на них, потому что это у нас будет быстрый эфир, мне кажется, ну, смысла нет, да? Там очень долго кто-то рассказывает. Сейчас сделаем ноготочек, технику посмотрим. Я буду отвечать на ваши вопросы. Я в боксе снимаю, чтобы у вас было максимально светло. И вот здесь вот эту ступеньку мы можем убрать, она минимальная. Мы ее можем убрать или пилочкой, как в моем случае сейчас пилочкой выведу. Или можем убрать фрезой. Как вам удобнее? Я не могу сказать, как неудобно. В принципе, и так, и так. Смотря какая ступенька. Ну, давайте попробуем. Тут она маленькая. А я ее уже почти убрала. Просто иногда нет смысла включать трейсер, вовщика этого, аппарат. И вот на самом деле у меня ноготочек сейчас тонкий. Но торец он нормальный, он как бы толстенький. Вот по нему видно даже, да, что тут ох, торец. Вот, ну сами ногти-то тоненькие. Вот здесь, в зоне, где у нас должен быть нормальный материал. И апекс, видите, как такого нет. Надо это все хорошенечко сейчас проработать. Это все мы еще будем убирать фрезой снизу, чтобы все было красиво. Так, ровно. Сейчас далека посмотрим. Вот здесь чуть-чуть-чуть отридаем. Попилили, берем бальше. Проходимся по всей дне. Ноготочка. Здесь я еще попилила немного. Но это не важно. Почему? Потому что мы же еще будем гель выкладывать. Все. Мы опилили, обезжириваем. Обезжириваем и берем гель очень красивый, блестящий. У нас их два. Есть белый, есть розовый. Вот такой у нас розовый. А вы можете сами выбрать оттенок. Каким оттенком нам лучше сделать. Есть белый. Я вообще хочу белым сделать. Давайте мы сделаем, я чтобы планировала. Что мы делаем? Мы берем кисть, овал. Чуточку материала. Тогда у нас будет градиент. Даже не белым, прозрачным. Даже не молочным. Это просто прозрачный гель. С хлопушками. С этими. И потом на зону кутику. В ту сторону не вижу. Сейчас. Сейчас увижу, как говорится. Начинаем выкладывать. Это, знаете, очень блестящий. блестящий ноготочки получаются. это для любителей. Вот именно блеска. Такого классного. Сейчас поправим. На торец мы уходим на нет. На торце нам материал не нужно. Переворачиваем. Центруем. Так не вижу. Так вижу. Вам сейчас, наверное, видно не будет. И центруем материал. Ждем пока все растечется красиво. Потом еще будем допиливать. Какие моменты можем допилить потом. Вот на самом деле, вживую, так на камеру сильно не видно. Вживую видно такой легкий-легкий переход. Он очень легкий. То есть такого явного перехода не будет. Явного такого градиента. Потому что у нас и акрегель очень-очень нежный такой. Все. Сушим 2 минуты в лампе. Пока я сушу, пожалуйста, задавайте вопросы. Я пока могу немного рассказать про гель. Говорю сразу. Он немного печет в лампе. Но не сильно. Терпимо. Но печет. Опять-таки, насколько терпимо печет гель. Он печет настолько, насколько ушатана ногтевая пластина. Если у меня она уже в хлам. А она у меня в хлам, поверьте. То печь она будет очень сильно. Если не в хлам, то, в принципе, есть возможность, что у вас нормально все это пройдет. Опять-таки, смотря у кого какая чувствительность. Если высокий порог, то минимально будет казаться, как раз-таки, минимальное будет ощущение того, что печет. Если вы сильно чувствительны, вы снизите болевой порог, то будет сильно печь. Еще один момент. За что я прям безумно полюбила вот этот гель. Вот именно вот этот. Просто вот для меня это теперь вот прям самое лучшее, что может быть. И я его, помимо того, что он классно смотрится, когда им выравниваешь, да, вот так. Еще очень круто для меня, вот именно вот этот гель, его выкладывать как топ. Ну, как топ. Как еще сверху топом проходимся, а как тонкое покрытие на, например, какой-нибудь оттенок. Если мы берем, давайте возьмем. Ну, у меня тут все блестящее рядышком. Давайте возьму какой-нибудь эмалевый оттенок. Сейчас я найду рядом какой-нибудь. И сделаем, да. Что у нас тут есть из-за тенок. Давайте черным где-то тут был. Вот. Давайте черным возьмем сейчас его беру. Кстати, пока черный будет сохнуть, я вам покажу. Я его беру вот так. У меня просто была девочка, и мы с ней сделали. Смотрится, конечно, божественно. Наносите любой темный, светлый, неважно. Сейчас два слой нанесу, потому что быстро это делаю. Так, пока мы трубочек тебе уберем. И здесь вот что-то подметем. В боксе. И снимем липкость. Да, наноточки не нашли. Я люблю еще опиливать, поэтому еще немного опиливаю. Вот. Сейчас. Немного даже укорочу. Я вообще хотела еще прям короче. Немного точно таки все. Еще укорочу. Так, давайте черный нанесем, чтобы время не прийти. Два слоя черного. И вот если вам хочется вот такой блеск, потому что топов пока у нас нет таких вот, чтобы они были вот такие разноцветные. И с фаталью вот с этой. Очень сильно это похоже, знаете, на что? Это вот моя любимая краска Flex. Я ее обожаю, честно скажу. Видите, она у меня потертая, убитая. Вот очень похоже. Просто тут все более нежно, да, выглядит. Дно очень-очень похоже, вот эти два оттенка. Вот я его обожаю. Я его кладу на любые оттенки. На черный, на белый. Это смотрится, конечно, шикарно. Вот. Опиливаем обал. Ужимый, да, кузин? И поверхность немного опилим, чтобы было красиво, ровно. Вопросы? Почему у вас никогда нет вопросов? Все, черный, ладно. Достаем черный. И я беру кисть, сейчас увеличиваю, чтобы это было видно. И вот, кисть, овал. Беру кисть, овал. Беру немного материала. Немного, совсем чуть-чуть. И наношу на черный оттенок. Меня хорошо слышно? Меня не прерывается? У вас я не прерываюсь? И сейчас мы поподробнее поговорим еще про вот этот шикарный гель, который называется призм гель. Я сейчас доработаю многоточка. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. слышно меня напишите пожалуйста меня слышно ребят тут уже со сигналом отправляла и сейчас мы доделаем этот ноготочек я его сейчас перекрою замечательно слава богу все мы сейчас продолжим нашу дискуссию смотрите мы тут что мы тут сделали мы взяли вот этот гель нарасти лиц точнее сначала акригелем потом вот этим фестиваль потом так как у меня грифозные ноготочки не всегда у меня подход верхней формы я взяла и дорастила вот этой шикарной вот этим шикарным гель вот сейчас я это получился такой эффект градиента сейчас я вам покажу под макро давайте даже сейчас я это сделаю вот смотрите как это смотрится может вам лучше будет видно что у нас есть вот этот переход из одного цвета в другой то есть но у нас получается эффект не больше нет одного цвета к другому до переход а больше получается эффект из светло-розового к темно-розовому сейчас я докрашу и покажу вам ближе это на штоп ультрашай не залезть вот и а сейчас приближу и покажу вам будет две части простите пожалуйста не за звук куда-то пропал хотя интернет хороший как бы все отлично и вот такая красоте нет получается из сочетании сочетание апельсиного палочка акригеля и геля то есть если вы хотите красиво было можно так вот сделать тут получается мелкие блестки больше здесь более крупные поэтому такой у нас тоже переход идет просто это очень плохо видно на камеру я вам хочу сказать сейчас издалека смотрю есть вот этот переход а если вы на торец положите например фиолетовый оттенок зеленый например то вообще очень красиво будет то есть если вы белый положите и белым на жестью белок рель до молочный если вы положите сверху пройдетесь вот этим вот этим призм гелем то тоже будет красивый эффект будет просто молочные ноготочки очень-очень яркий то есть таким образом вы можете сделать как раз таки добавить ту самую толщину которая нужна для носибельности как раз в тени получается тут просто это лучше видно здесь не так сильно видно тем более на камеру вот по поводу от этого геля раз мы заговорили смотрите как красиво он смотрится на черном оттенке на светом он тоже тебя смотрится мы сейчас его перекроем с одной стороны глянцевым топом видно да он глянцевым топом сушим буквально 30 секунд с другой стороны я перекрою его матовым топом льве там и вы посмотрите как красиво смотрятся эти этот на зеленом не пробовали нет и пробовал но будет очень красиво вот смотрите и сейчас мы нанесем быстренько наносим матовый топ не ровно просто на нашу лишь бы знаете вот ну чтоб вам показать всю эту красоту буквально пару секунд поддерживать матовый стал матовым он быстро становится и сейчас я приближу вам и покажу как это смотрится и с таким топом и с таким смотрите это матовый топ посмотри насколько это красиво мне кажется вам видно а вообще смотреть это я приблизила максимум вот так много . видно будет все равно оттенок плохо видно смотрите это матовый вроде бы кажется да сейчас блестки положишь на матовый будет какая-то какашка нет нифига эти глянцевого тут мало сейчас я подождите еще нанесу глянцевый чтоб лучше видно будет что ему мол нанесу глянцево 10 кода плюс под макро вы не увидите так все буду красить посмотрите глянцевый то есть матового даже какой-то эффект еще круче мне кажется снова отодвинем до просто очень-очень красиво поэтому вот эта техника тоже пользуйтесь то есть если у вас есть этот гель то его можно наносить также на ноготочки на покрытые ноготочки каким-либо цветом в чем еще кайф вы можете этот цвет этот оттенок использовать как градиент то есть вы берете например какой-нибудь цвет любой тоже давайте возьмем какой-нибудь светлый темный вообще если честно без разницы давайте даже возьмем розовый выкрашивала я кстати недавно этим их возьму сейчас я посмотрю куда я положила базы можно базами можно вот смотрите ноготочек вот такой допустим возьмем пусть он будет да почему бы не тут вообще непонятно что но мы берем кладем на зону кутикулы тут я показывала просто как правильно опиливать этот ногот такой у меня тренировочный кладем на зону кутикулы я опять под макро вам буду показывать что так видно лучше и просто берете кисть амбре кисть амбре и двигайтесь вот этим образом вниз дотягиваю практически на нету и получается у нас такой переход то есть чем проявляется этот переход сейчас его там делаю что вверху у нас блестит а там у нас не блестит тоже круто круто смотрите в чем еще кайф вот этого материала вот этого сейчас многие знаете вы про такой вид дизайна когда мы выкладываем материал на торец блестящий и получается это все сводим на нет и перекрываем потом например молочкой то есть давайте попробуем сделать вот этот вариант накидаем кучу кучу вариантов берем так как это гель мы можем как раз с выравниванием выложить до выкладываем этот материал но желательно под низ какой-нибудь оттенок нанести все таки да вот выкладываем мы блестки при много не боимся с выравниванием потом сходим вот это все на нет то есть нас тут должен быть высоко переворачиваем центруем немного если где-то что-то куда-то потекло сушим буду делать это быстро опять-таки чтобы это все вам показать и берем например молочный молочную базу давайте возьмем эйсбэйс белый берем эйсбэйс прям правда белый белый и будем работать сейчас просохнет хотя бы немного надеюсь 2 часть вам тоже будут интересные 1 2 потому что так получилось к сожалению что прервалась наша съемочка наносим базу сразу ее протащите немного наверх чуть-чуть просто чуть-чуть чтобы не было такого явного перехода до потом еще раз это сделать укрепляем ноготок допустим это делаем базы смотрите база вот это вот эйсбэйс шестерочка она очень плотно если вот такая плотно не нужно можете ее разбавить обычной базы прозрачным немного я так делаю часто тогда мне нужно прям чтобы прозрачно прозрачно переворачиваем опять переворачиваем ноготочек и быстро это только делаем тут тоже мы поднимаемся наверх сходим на нет и вот такой результат получается не хочу сушить хочу хочу показать вам и вот так у нас получается с переходом то есть это очень сейчас модный вид дизайна поэтому можно тоже его применять что мы можем еще сделать мы можем вместо белого вместо белого взять например сфокусируется и добавить на меня смотрит вот этот желтенький тоже будет очень красиво сейчас возьму чуть ниже нанесем записи посмотрите этому будет интересно и наносим вы примерно должны понимать делать должен быть апекс да и тогда наносить и толщину правильно выставлять всем приветики привет привет со второго захода мы здесь это эйсбэйс номер 12 переворачиваем можно сначала пройтись омбре кистью немного протянуть вверх чуть-чуть это переборщила сейчас уберу не вижу смотрю в камеру не вижу чудо делу сейчас покажу еще один лайфхак который можно применить и тогда будет все прям бомба переворачиваю центрую держим какое-то время просто держим что нас центровалось опять переходим на нет смотрим толщину понятно найти всему сейчас ориентироваться не будем дай просто инструмент чтобы вы понимали как это можно делать суши то есть быстренько покажу потом мы набираем еще немного геля прям чуть-чуть и до выравниваем тут уже просушу покажу тоже таким образом можем сделать вот этот модный дизайн который сейчас модный модный апекс выстроен суши на ютюбе качество теряется кто-то говорит наоборот на ютюбе лучше качество не знаю я уже не знаю честно где лучше как вам делать так чтобы вам было вот максимально все видно это у нас получается переход вот такой переход получается из одного оттенка в другой здесь конечно можно еще другой оттенок положить более темный тоже будет очень-очень красиво смотреться я обычно все выкладываю желтый например яркий потом блестки а потом уже прохожусь например желтой базы тоже очень красиво смотрится если есть вопросы напишите я пока на этом многоточки шушу это просадишь тоже нельзя сделаю стемпинг сейчас что-нибудь интересненько сделаем тогда более полноценный будет вязать венделяем или какую-то геометрию а вы пока напишите пожалуйста вопросы если они у вас есть давайте возьмем нечастую и найти лучше все видно и широкий формат да вот люди наоборот говорят на эти дачи поэтому непонятно как лучше ну мы будем смотреть всем купить было комфортно так я ищу дизайн давайте возьмем вот этот где там черный цвете а 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 ловит он и можно перекрыть чтобы только быстро суши секунду нас получилось 2 эфира 1 кир больше про акридель 2 эфир больше про гель так как у нас пропал звук к сожалению только трюс из получается если есть вопросы пишите в комментариях на радость что-то пошло с эфиром не так так как я давно вас не видела вот надеюсь все будет хорошо в записи и вам будет хорошо видно знаете что я заметила и все-таки заметила что когда мы приближаем качество намного лучше чем когда вот далеко далеко прям очень плохо видно поэтому я буду скорее всего в следующий раз работать прям на максимальном приближении сколько это возможно чтобы все это видели еще раз мы использовали вот этот гель призм и акригель фестиваль на этом моменте можете поменьше да и верхняя форма работали акригелем нарастили и до били это все призм гель это у нас уже остатки стемпеля вот в этом случае мы сделали где у нас этот ноготочек красивых в этом случае мы сделали черный гель до гель это просто нереальная штучка красиво смотрите тут мы сделали черный оттенок и нанесли гель тонко и получился такой эффект если выжать полностью из кисть чтоб она была полусухая то можно еще круче сделать эффект вот так у нас получается вот эта тема красиво получается глянцевый и матовый вот и что-то еще да я тут делала или можно сделать с таким переходом призм такой же по вязкости как твине нет он жиже он жиже однозначно потому что твине он смотрите сейчас покажу вам далеко ходить не будем давайте возьмем про гель одинаковые да одинаковый год выпуска расскажет так все понятно как всегда все в короткий срок много информации спасибо большое ой спасибо вам большое анечка спасибо и всем вам спасибо я буду стараться эфиры тоже вести хотя бы 40 минут не больше потому что на пятки по вашему отзыву потому что чем дольше сидишь тем тяжелее потом пересматривать вчера на верхней форме сделала крикель когда стала выпиливать изнутри поняла что фрезы портятся он как цемент подскажите пожалуйста как теперь его снимать к фрезой так черно вообще в обмороке тоже сейчас на периодически в обмороке смотрите сейчас выпила ли волос снизу фрезой смотря какой крикель вы поговорите про фестиваль потому что он не как цемент он шикарно пилится я сейчас покажу вам ладно мне не отпускайте сейчас давайте сначала вопрос вот этот решим с гелями хочу вам показать сейчас апельсин палочку возьму смотрите то же самое да но этот гель вот обратите внимание он гуще видно да я надеюсь вам видно как он давайте еще раз видно он во первых тянется есть у меня сопротивление и во вторых смотрите как он медленно стекать с апельсиновой палочки это раз второй гель вот этот он чуть-чуть пожиже заметили раз и упал давайте двумя палочками так вам будет понятно я объясню почему так происходит смотрите берем два геля одновременно вам видно вам не видно да подождите будем сделать круче этому видно короче сейчас я так прокручиваю выкину и объясню почему вот этот гель он чуть гуще чуть-чуть это я не говорю что прям чуть нет он чуть гуще почему потому что у него в составе есть пигмент это пигментированный камуфлирующая база пигментированная а это у нас получается прозрачный гель который добавили блестки за счет блесток он становится гуще но представьте тут у нас и пигменты и блестки поэтому он гуще естественно поэтому твине фон гуще чем вот этот призем гель поэтому вот этот будет естественно чуть-чуть пожиже поэтому если вы например долго работаете с материалом так вообще хорошо видно то с ним будет возможно чуть-чуть тяжелее если вы долго это все делаете но мне наоборот с таким материалом легче работать потому что я люблю когда раз 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 все быстренько поменьше еще это вопрос а по поводу этого да давайте я вам покажу как он хорошо спиливается будем прощаться очень мягко и не забивайте пиза смотрите какая мелкая пыль она такая она не мягкая обычно хотя и плю кстати на половине обороты на все обороты на всех обороты на всех оборотах я поставлю на полосе на так так это это пыль видите вот это пыль да иди сюда не забиты эта краска на это не смотрите потому что я сейчас когда ставила этот и у меня сейчас я работаю курс снимаю поэтому я немножко и выпачкала в краске и вот такая у нас пыль а так регеля очень приятно уже пирожки пить тесто будет твою и поднимется мне кажется прям отлично так розовый дайкири похож до чем-то похож кстати похож просто там немного другой оттенок дайкири он чуть потемнее это в живую чуть-чуть светлее мне кажется не дайкири чтобы сравнить и там больше крупных частиц а тут прям мелкие мелкие мелкая поталька ну что любимый давайте прощаться увидимся еще обязательно на следующей неделе вот задавайте вопросы в комментариях пожалуйста тогда мне будет легче ответить с вами была гетманская табуи всех обняла и буду рада вас видеть в комментариях на следующей неделе все всем пока